Привет дорогие друзья, меня зовут Дэнни Марс и мы с вами продолжаем проходить Райзен 2 Тёмные Воды. И в прошлой серии я обучился мастерству карманной кражи, но в итоге никого обворовать не смог, так как не знал как это делать. Но сейчас, полазив между сериями по гайдам, почитав ваши комментарии, советы, я пришел к такому выводу, что делаю что-то не так. Так, все здесь можно, просто надо к этому приноровиться. И смотрите, тут в диалоге действительно есть такая штучка как, как мне заполучить эту жемчужину. Кстати, этот диалог я уже однажды использовал, но тогда воровства у меня было мало и поэтому он что-то там другое мямлил. Сейчас же можно еще раз попробовать и смотрите, что он мне скажет. Как мне заполучить эту жемчужину? Смотри, наливаешь этому парню крога, а когда он выпьет, хватаешь его за ухо и выдергиваешь сережку. Этот пьяный болван ничего и не заметит. И это получится? Сережка легко выйдет, поверь мне. Я знаю, о чем говорю. Я ее несколько лет носил. Вот и все, диалог пропадает и, соответственно, воровство идет не по кнопке мыши, как я думал, как это во всех играх, насколько я уже привык. Здесь все идет через диалог. То есть так же, как появлялась у меня угроза, краснобай, еще разные всякие дополнительные пункты в скобочках. То есть, сколько этого навыка мне необходимо. И так же на воровство теперь будет появляться. И так же еще, смотрите, я узнал о воровстве, еще и отсюда. Заходим в воровство. Способности. Так, подождите, или умения. Во, по-моему, умения. Не, способности. Ловкость, способности. Вот, карманная кража. И здесь прям нам пишется добавление в диалогах возможной совершить карманную кражу. То есть, ключевое слово в диалогах. Именно диалоги нам и нужны. Сейчас мы подойдем к нему и поговорим. Ну вот, точно новый диалог появился. В прошлый раз такого не было. То есть, надо было поговорить с Ларга перед этим. Хочешь, Грога? Хочешь, Грога? Вот, я не могу отказаться. Вот и все. И мы уже украли черную жемчужину. Что ты смотришь на меня так тупо? Да, я просто призадумался. О чем? Как быстро человек может выпить Грог? Ха-ха. Уж в этом я профессионал. Такой профессионал, что только что профукал черную жемчужину. Теперь она у нас. Хорошо, теперь мы умеем воровать, наконец-то. Но, смотрите, тот парень, который стоит на сахарных плантациях с банданой, у него уже не удастся заполучить, потому что диалог там корявенький. Потому что изначально надо было на него надавить, надо было угрозами всяческими запугать его и достать у него эту бандану. Но он меня не испугался. Как вы помните, он меня дважды или даже трижды просто отпинал. Я здесь валялся в земле. Надо на мной насмехались все. Рабы тут даже, по-моему. Хихикали. Ну и в итоге сейчас он стоит в этой бандане и больше как... Черт, вы дикари! Только для грязной работы годятся! Больше ни о чем он не говорит. А поэтому мы сейчас уже полетим туда, в форт пиратов, потому что нам надо было либо бандану, либо черную жемчужину. Одна черная жемчужина у меня уже есть. А поэтому для квеста всего достаточно. Чтобы убедить, что Ларга в опасности действительно. Хорошо, что здесь есть быстрые перемещения. Это прям вообще очень сильно облегчает нам задачу все. Чтобы по одному и тому же пути вот так вот долго, медленно не бежать. Если я сам захочу выйти на прокачку, на охоту, я все время могу это сделать в любой момент. Просто выбежать и все. А во все иные времена мне это ни к чему... Даже не думай о том, чтобы что-то тут стащить. Да не-не, я с тобой хочу поговорить. У Ларга неприятности. У Ларгу неприятности. Ничего получше не мог выдумать? Я знаю только одного Ларга, и его тут нет. А откуда же тогда у меня его жемчужина? А-а-а, ведь это действительно вещь Ларгу. Он сидит в тюрьме в Пуэрто-Сакарико. Ну, допустим, я тебе поверю. И мне нужна отмычка, чтобы его оттуда вытащить. Если для тебя это так важно, то плати. Пятьсот золотых. Ты что, с ума сошел, что ли? Пятьсот золотых. Ларгу сказал, ты должен ему денег. Вот лживый подонок. Неудивительно, что его посадили. Я тебе и говорю. Вот, бери отмычку. Если его повесят, я не смогу его как следует отделать. О, другое дело, а тут пятьсот золотых. И что вздумал, а? Ну, ладно, все. Мне тебе больше ничего не нужно. Сейчас мы пойдем спасать Ларгу. И так же полетим по-быстренькому. А представляете, не было бы, да, путешествия? Сколько раз нам туда-сюда пришлось бы сходить. По одной и той же дороге. По пустой уже, потому что всех я там вырезал. Все, кто были. Ну, кстати, там три аборигена еще ходят. С ними надо будет сразиться. И, кстати, подписчик по имени, если я не ошибаюсь, Анатолий. Большое спасибо. Либо помог, подсказал, как мне теперь пинаться. Правой кнопкой мыши мы наводим на цель и нажимаем пробел. Кто бы мог подумать, что вот так вот все сложно? Ну, где это написано? Где в игре помощь, подсказка, что нужно навести правой кнопкой мыши на цель и потом нажать вообще прыжок? Так, черт возьми, вообще непонятно. Ну, ладно. Раз так будем. Так, ты нам не надо. Во. Вот твоя отмычка, сбегай отсюда. Вот твоя отмычка. Отлично. Сейчас увидишь, как это делает мастер. Ты не с тем человеком связался. Ты что, на меня теперь, что ли? Еще раз. Получай, я умею. Теперь пинаться меня научили, зрители. Получил, да? Получил? Покажи мне, на что ты способен. Давай же. Так, я блок ставлю. Упс. Вы видели? Я думал, это место блока, он так назад раз так отопыривается, чтобы не достали. А я еще и так могу. Еще и так. Правда, это, конечно, чувствительность слабоватая. Пробивает. Давай, чего ты ждешь? Да зачем ты прыгать-то начал? Что-то пошло не так в какой-то момент, короче. Мощные атаки, смотрите, пошли, да у него? Давай, чего ты ждешь? Эй, 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 да ты меня зажал, парень, я ничего не вижу. Короче, все, ты мне надоел, получай. Сдохни. Так, а теперь собираем с него. А, нельзя, да, собрать? Эх, увы. Я думал, сейчас что-нибудь с него возьму. Так. Регенерация здоровья, срочненько. Ты спокоен теперь? Обижен. Да ладно, ты не обижайся. Ну, как бы, знаешь, я вживаюсь так-то в доверие пиратов, если ты не понял. Это нужно для нашего общего дела. Дубовая твоя голова. Надеюсь, он меня сейчас не закроет тут в тюрьме самого. Что у него тут хоть было? Какая-нибудь, может быть, реликвия лежала спрятанная. Мы-то не знаем, кто такой Ларга. А вообще, может быть, если он вор такой, заядлый, мог где-нибудь здесь что-нибудь, да, припрятать. Так, ну давайте пообщаемся с нашим другом. Спасибо, приятель. Я твой должник. Вот, бери отмычку. Я покажу тебе, как с ней управляться. Что ты собираешься делать? Пойду в логово пиратов. Так, с отмычка. Что, я с одной отмычкой теперь смогу всю игру, что ли, пройти? Тут одна отмычка и все? Странно. Ну ладно, я тоже пойду с тобой. Про вещи ничего пока говорить не будем, да? Если он сам не просит, а почему бы нет? Подожди, я пойду с тобой. Хорошо, тогда в путь. Так-то я дрался. Ух ты, это еще и квестом является. То есть, я думал, сейчас по-быстрому перелетим. То есть, надо прям за ним бежать. Ну хорошо, давай, веди меня. Ларго. Я столько дел провернул, чтобы тебя вызволить отсюда. Даже с помощью моих друзей мы это все решили. Мне подсказали, как что делать. Один бы вряд ли справился. Ну и пинаться теперь умеет, а вообще замечательное свойство. С крабами гораздо проще было бы, если бы я мог их переворачивать на спину, пиная по морде. Так, Ларго. Подожди, подожди, Ларго. Следуй за мной. Да-да-да, иду. Я травушку просто собираю. Она мне очень большую услугу сыграла. Я ее продал. И у меня хватило как раз на то, чтобы прокачать себе карманные кражи. Так, а вот они, аборигены, да? Я, пожалуй, сохранюсь на всякий случай. Просто иди за мной. Покажи мне, на что ты способен. Ага, сам прячется, да? Может, все-таки не стой. Слушайте, а если они его сейчас убьют? Надо дикарета убивать, короче. Так не сойдет. Слушайте, кусты эти. Ни черта не видно, что происходит. А, ну он не такой сильный, как я думал. Я его, наверное, смогу забить. Да, черт возьми, что это было вообще? Да как так, а? Главное, он не попался. Да, я вот, пожалуйста. Смотрите, какая адская картина. Приплыли. Ну ладно, сейчас матч-реванш. Только в другую сторону надо его везти. Он меня сам, смотрите, вел туда. Он, наверное, знал, что там его ловушка установлена. Говорит, давай, давай, иди за мной, следуй за мной. И зайдем именно туда. Кто ты способен? Упс. Промазал. А теперь давай биться. Давай бей. Слушайте, он опять туда меня ведет. К той дороге, да? Не-не-не. Ой, я только, только, только назад нажал. Что ты будешь делать, а? Да ладно, загружайся. Только назад нажал, думаю, не-не, туда я сейчас точно не пойду второй раз. И вот, вот прям в эту же секунду, как нажимаю букву С, чтобы назад двигаться, меня пронзает. Какая-то гадость. Такс, короче, тут кругом их ловушки, надо только в центре сражаться. Упс. Давай здесь. Биться. Упырь. Назад, назад, назад. Я не пойду в ваши ловушки эти. Не заманите. Они спецом прям видно, как туда заманивают. Давай, давай, иди сюда. Упс. Он так жалко кричит. Такс, нет. Не прокатит со мной. Трижды такая штуковина. Давай, давай. И че себе он капуэрук танцует здесь. Упс, назад, назад. Давай. Упс. Не попал, да? Смотрите, какой циркач против вас тут. Ой-ой-ой. Ну. О, так он не лучше. Он не хуже умеет, точнее. Может, даже лучше. Получил? Подонок. О, пинается он хорошо, я вам скажу. Такс. Опять в кусты. Опять к этим. Не-не-не, надо его выманивать сюда. И, пожалуй, сохраниться. Сейчас это все хорошо идет. Сложный соперник, я вам скажу. Но биться можно. Немножко не получилось пнуть. Странно, что это с прыжком связано. Так, там у нас ловушка. Не-не-не-не. Ну, иди сюда. Смотрите, он ближе, да, не подходит. Он знает. Знает, где надо сражаться, где его территория. Где он силен? Где преимущество есть? Упс, я уже чуть не забрел. Так, короче, восстанавливаем быстренько. О, лучший. Вот и все. Остался один дикарь, кстати. Подожди, Ларга, не убегай. Мне надо собрать с них головы. Вот он второй. А то уже побежал. Поглядите на него. Плюс еще одна голова. Так, Сар, где тогда третий? Вот в чем вопрос. Третий, третий. Где же он может быть? Вот здесь где-то ловушки надо сбоку обходить. Так, ну там в основном эти бородавочники. Непонятно. Третий, возможно, где-то дежурство. Не туда забрел. Как это больно? Да как их узнавать, эти ловушки? Я пока что вообще не могу понять, как они отражаются на земле, чтобы там вообще понять, что здесь ловушка. Просто не в то место зашел и тебя проткнули. Оказалось бы, кто мог вообще предсказать, что там это? Ну-ка, давайте поглядим. Как это вообще определять? Да здесь все идентично, абсолютно. Куда я наступил? Короче, я по кустам буду идти. Смотрите, опять же. За эту серию я просто в грушлаг превратился. Да все, хватит. А как варга пробежал? Мне интересно знать. Прямо пойдешь, в ловушку попадешь. Налево пойдешь, тоже в ловушку попадешь. Да здесь куда не пойдешь, везде в ловушку попадешь. Ну, я боюсь туда идти. Потому что я опять проткну себя. Как мне действовать? Так, ну давайте здесь, может попробуем через кусты, что ли. Ну, здесь я тоже попадал в нее, когда с ним сражался. Ну-ка. Ну, в этот раз вроде нормально. А ларга между тем уже вообще смылся куда-то. Подонок. Где он? Где он? Пошел по низу, пошел. Нет, не видно. Читай все и как-то не слава богу. У меня идет как-то... Все как-то... Криво, коряво, непонятно. В первой части у меня такого не было. Там все как по маслу обычно. Ух ты, а это кто сражается? Кто кого? На кого ставите? Нормально он его отбрасывает. О-о-о. Только на меня не нападай. Помогу тому самурая. Слушайте, это дикарь. Они оба моих враги. Оба моих врага, поэтому... Я даже не знаю. Кто мне симпатичнее из них? Надо, чтобы они друг друга поубивали быстрее. И дикарь, в принципе, да, полумертвый? Она сейчас, возможно, убьет дикаря, этот ягуар. Ой-ой-ой-ой-ой, отбегаем, отбегаем. Есть. Я сейчас голову возьму его. Все, он задушил. А теперь добиваем. Добиваем. Она все готовенькая. Упс, а ты что, еще живой что ли? И смотрите, он действительно целиком восстановился сразу же. Да почему так-то? Что-то защита моя не особо срабатывает. Точнее, не всегда срабатывает. Просто получи... Вот так вот. Ох. Мачете. Слушайте, это хорошая, наверное, вещь. Надо будет себе забрать сейчас. Ну и все, мы еще один квест выполнили. Еще одна голова. Мне говорили, три головы принести. Все будет отлично. Так, а с ягуара я, по-моему, ничего не снял. Я просто теперь не помню, где он. Ну и ладно. А, вот он. Такс. А, не, ну все, я его обшмонал. Три головы, три дикаря. Мертвы. Теперь осталось найти ларга. И не попасться в ловушку. Тони тут на каждом шагу. Каким путем он пошел? Черт возьми. Ну-ка, на карте его никак мне не показали. Да нет, да нет его. Мне как-то наверх надо идти. Скорее всего, он через ручей пошел. Он туда... Вот так вот, да? По дорожке пойдет, наверное. Хотя не факт. Какой путь он изберет? Ну, скорее всего, он бы, наверное, пошел через ущелье. Не по джунглям. Так как они безопаснее. Он же без оружия, без всего. Да, и так он, наверное, выбирает путь. Который такой... Менее заковыристый. Не знаю, сам побегу, сам по себе. Может быть, там встретимся с ним в лагере. А что будет интересно, если я сейчас просто перелечу туда и все? Он там появится? Ну-ка, давайте попробуем. Такс. Квест не отменится? И сейчас он, наверное, где-нибудь на входе стоит. Ждет меня. Ну, у Арга сам виноват. Куда-то щеманулся вперед от меня. Я говорил ему, стою, я пока сражаюсь. Ну, тем более, я же не просто там прохлаждался, ягодки собирал. Я дрался, как бы. И тоже задачу выполнял. Мне сказали этих аборигенов убить. Куда он так торопился? Кто его знает? Сам виноват, короче. Что уплелся, не пойми куда. Вы тут не видели голового пирата, мужики? Какая радость, что мне больше не надо таскать боту. Ты все об одном. Только о себе и думаешь. Ну, все. У Арга потерялся. Либо в джунглях где-то застрял. Либо сейчас в какой-нибудь ночлежке уже сидит. Сам по себе отдыхает. Может быть, он пришел к этому повару, как раз, который и давал нам отмычку. Сейчас бегаем, проверим. Да и вообще, знаете что? Надо поспать, наверное, до утра. Тоже закат какой-то. Хотя на закате очень красиво. Только поглядите. Красотища, да? В товарне Ларга нет. Я заглянул так. Мимо пробегая. Тебе не приходил он? Ларга вернулся, да? Если я его увижу, ему не поздоровится. И все, да? Понятно. Да Ларга на самом деле не вернулся. Я сам не знаю, где он. Так, а по квестам-то что? Я вообще даже не знаю. Я вроде бы все повыполнял, все что можно. Давайте глянем, наверное, на наш журнальчик. Так, пиратские лохмоти. Ну, это основной квест. Это, наверное, потом все будет... Я смогу его одеть, когда стану пиратом. Это понятно. Вот. Такаригуа. Что у нас тут остается? Награда за голову. Три истри. Кому это надо? А, Дифуэга. Ну, хорошо. Сейчас слетаем к нему, по-быстренькому отдадим. Одежда пирата. Я украл серегу, он ничего не заметил. Мы это, в принципе, все сделали. Остается отдать это все Ларга, да? Понятно. Потом отдадим. Так, и идти за Ларга. Ларга собрался в пиратское гнездо. Мне надо идти за ним. Куда он пропал? Черт его знает. А это такие предметы дополнительные. Ну, все, в принципе, основные квесты тут у нас выполнены. Сейчас надо слетать. Отдать голову Дифуэга. Получить награду за это. Это не Дифуэга тут ходит? Вот он. Привет. Эй, стой, стой, стой. У меня тут есть для тебя пара голов. Какая гадость. Убери их немедленно. Тебе же нужны головы или нет? Это была фигура речи. Достаточно было просто их убить. Зачем ты притащил мне отрезанные головы? Что ты за безумец такой? Ну, как бы там ни было, вот твоя награда. 100 золотых за голову. Мне сказали отрезать голову. Я отрезал. Что непонятно. Мы тупой наемник. Мой вас не понимать. Так, смотрите, а у них туда вечерний ужин. Они все отдыхают. Сейчас можно идти и спокойно их всех тут грабить где-нибудь. Пока они тут все заняты выпивкой. Так, ну здесь всегда стража стоит. Увы. Кстати, видели, у него даже в диалоге появилась кража. Но там 45 надо. Да, это слишком много для меня. У меня десяточка всего лишь. 15. Тоже мало. Ну, то есть еще есть такой момент, что кража не получится, если ваш навык меньше. Ну, то есть требуемый для воровства. Ну, это то есть и так понятно. Не знаю, зачем это пишут. Ну, и мне еще подсказали то же самое. Ну, хотя информация полезная все-таки, мало ли, так не заметишь, даже внимания не обратишь на это. Нажмешь воровство и поймаешься на нем. Так, рабочие спят. А я думал, что это такая за хижина? В чем ее предназначение? Я здесь сам спал. Я думал, сейчас приду и посплю спокойненько. Тут ничего себе. Народа. Мне просто надоело, на самом деле, ночь. Я хочу уже утро, потому что по ночи ничего не видно. Ну, особенно вам. Мне-то, в принципе, все равно, как играть. Все-таки вам будет темно. Тем более, что YouTube очень сильно стемняет картинку. Будет все такое мрачное совершенно. Так, все до утра, скейм. И надо искать ларга. Где он там запропастился? Там, правда, все в этих ловушках. Я там боюсь лишний раз бродить по тем местам. Но как-то-то надо его. Да, не приходится ничего таскать. Выискивать. Я даже не знаю, где он может быть вообще. Но где-то в этих местах он потерялся. Рядом с башней Джека. Как-то так мы пошли. Да, вот здесь где-то. Вот, рядом с этим мостом. С обратной стороны где-то он там таки отстал. Где-то здесь. При том, что здесь везде ловушки. Так, может быть, он на север пошел. О, вон он стоит. Ларга. Ух, я б тебе сейчас по голове настучал. За то, что ты от меня убегаешь. Чуть квест мне не запорол, негодяй. Просто иди за мной. А ты просто не убегай далеко. Хорошо? Договорились? Не отвлекайся, иди за мной. Что ты так нанесешься? Я-то не отвлекаюсь. Главное, он отвлекается, да? А я... Выслушиваю его тут претензии к себе. Ну все, вот уже и пиратская... Лачуга. Все, сейчас квест, наверное, закончится, да? Ну-ка. Не, смотрите, прям до дома надо довезти его. Надо будет еще шмотки ему отдать, а то квест тоже не выполнится. Оказывается, это все включено в квест. Вернуть. Я думаю, можно себе оставить. Ох, как он несется. Сейчас они с этим будут скандалить, наверное. Вот мы и пришли. Пойду, что ли, пропущу стаканчик. Ты знаешь, где меня найти? А, ну все, еще один квест выполнен. Ну ему надо вещи отдать. Ну-ка. Так, что у нас тут? Одежда пирата осталась только. Действительно, надо ему отдать и все. Ну да, давайте подойдем тогда. Где он? Не хочешь забрать свои вещи? Они что, у тебя? Новый квест одежда варга. Так, а можно соврать, да? Ну, как бы, по-моему, я сапоги продал, если честно. Вроде бы. Не помню. Не знаю, не знаю, как поступить. Нет, давайте пока что скажем. Ну смотри, если вдруг ты их достанешь, то знаешь, где меня найти. Если принесешь мне все мое добро, заплачу тебе тысячу золотых. Ух ты, тысяча, это хорошо. Ну смотрите, бандану я в любом случае не смогу взять, да? Потому что у меня есть только жемчужина, его сапоги. И все, по-моему. А бандану нам уже все как бы никак не заполучить, потому что тот отказывается с нами и сражаться. Хотя можно просто прийти напасть на него, но там на меня начинают сразу нападать надсмотрщики. Они стреляют из ружей и быстро меня убивают. То есть там бессмысленно его силой брать, чтобы бандану с него снимать. Не думаю, что это прокатит. С ружьями-то точно не посоперничаешь. Ну не знаю, попробуем так ему тогда втюхать эту одежду, если он ее возьмет. Если нет, ну и бог с ним. У меня пускай жемчужина будет, потом ее кому-нибудь другому продам. Хотя тысяча было бы хорошо. Ну и что, на этой серии тогда с вами закончим. Тут в принципе все уже близится к концу, как я понял. Можно будет, наверное, с бражником поговорить. Сказать, что вот и люди все вернулись. И мешочки с сахаром у меня уже есть. И поставки воды возобновлены. То есть все-все-все-все сделано. И крабы побеждены. Можно будет подойти, наверное, уже к стальной бороде. И сказать, что пора отчаливать. И, наверное, столько дел будет достаточно для того, чтобы я вошел к нему в доверие. Ну, в общем, спасибо, что смотрели. Если понравилось видео, не забудьте поддержать меня пальцем вверх. Можете написать какой-нибудь комментарий к видео. И подпишитесь на канал, если вы еще этого не сделали. Ну, а с вами был Дени Марс. И до новых встреч. До новых встреч.